Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. В этом видео я хотел бы поговорить о ветках, которые наиболее сильно изменятся в 2019 году. Добавятся там всякие ответвления. И, в общем, эти ветки стоит прокачать. Время еще есть у вас на это. Если вы их уже прокачали, то это просто замечательно. Потому что, когда эти ветки выйдут, естественно, с новыми или измененными старыми танками, то вы будете иметь преимущество. Потому что сможете сразу же купить эти танки или начать дальше прокачивать уже перспективную ветку. А значит, вы будете лучше нагибать. Потому что вы наверняка знаете, что в World of Tanks первый, кто успел прокачать имбу, тот и тащит. А все остальные уже потом, когда прокачивает ее, это уже те игроки, которые немножечко уже опоздали. Ну а спонсор данного видео сайт whatkit.ru. На данном сайте можно выиграть 5000 золота. Участвовать может абсолютно любой. Ко всему прочему, из кейса может вылететь премиум танк 8 уровня или горы золота. Каждый шестой кейс бесплатно. Переходи по ссылке в описании и используй промокод со скидкой. Отличная возможность выиграть призы себе на Новый год. А вот победитель в прошлом видео, в моем, спасибо ему за участие. Ты можешь тоже выиграть голду в этом видео себе на Новый год. Достаточно поставить лайк, подписаться на канал и в комментарии указать ссылку на профит ВКонтакте. Итак, ребята. Первую ветку, которую вам стоит прокачать до 5 уровня, это елка, как ни странно. Почему? Да потому что разработчики уже объявили, что колесная техника начнется с 6 уровня. Но, в общем-то, чтобы открыть 6 уровень, вам потребуется 5 уровень. И как раз с елки начнется новая ветка колесных танков. Поэтому, если вас колесная ветка танков заинтересовала, то я рекомендую вам прокачать елку. Благо, это не особо-то и сложно купить ее и там нафармить какое-то количество опыта. Ну, 1040 примерно. И когда выйдет колесная техника, вы ее откроете. Вы, наверное, скажете, что колесная техника полная фигня. Зачем ее качать? Она слабенькая. Возможно и так, но непонятно, как колесная ветка танков изменится. По опросам разработчиков, которые они недавно проводили, игроки считают, что колесная техника получилась слабоватой и слишком сложно на ней играть. Я все-таки считаю, что колесную технику серьезно так апнут. Но это всего лишь мое мнение. Тем не менее, вы сейчас, если хотите, в общем-то, ну, немножечко смотреть вперед в будущее, то можете сейчас уже елочку прокачать и нафармить на ней опыт. Ну, даже если прогадаете, тут невелика потеря. Идем к следующей ветке, которую я рекомендую вам прокачать, блага она сильно изменится. И говорю я о средних шведских танках. Дело в том, что разработчики уже объявили на VGFES 2018, что выйдет новая колесная, ой, не колесная, обычная ветка средних танков. Что-то я запутался с этими колесами. И вы можете совершенно бесплатно взять и уже сейчас, ну, начать прокачивать средние танки шведские до 6-7 уровня ориентировочно. Зачем вам это нужно? Ну, дело в том, что непонятно, как, конечно, будет сделана новая ветка средних танков. У которой, кстати, будет фишка, у нее будет у этой ветки возможность вставать в ПТ-режим, как у шведских ПТ-шек, ну, знаете, как у СТРВ-шек. Только это будет у среднего танка с башней, что весьма так оригинально. И непонятно, насколько такие танки могут получиться имбовыми. Потому что, раз у них такая механика есть, то, значит, орудие должно быть соответствующее, очень крутое. А средний танк с крутым орудием, это уже полуспеха, это уже вполне вероятно имба. Ну, и поэтому сейчас уже я бы на вашем месте седьмой, там, шестой уровень шведских средних танков прокачал, ну, вот, которые есть у нас в игре. Даже если ветка будет начинаться полностью с нуля, что крайне маловероятно, потому что шведских средних танков, ну, их не так уж и много. И те, в общем-то, танки, которые есть средние, они уже добавлены в игру. Скорее всего, разработчики сделают, опять-таки, то же самое, что и с Ёлкой. То есть будет, там, с пятого или с шестого уровня идти ответвление на новые средние шведские танки. И тем самым вы сможете уже быть готовым к новым имбам. Ко всему прочему, даже если ветка будет нулевой, то у вас будут прокачаны некоторые, там, модули, там, двигатели, гуслы уже открыты. И даже, вот, когда новая ветка выйдет, чаще всего обе ветки, они, там, переплетаются по модулям, и что-то уже будет открыто, что уже облегчит вам задачу прокачки новой имбовой перспективной ветки. Далее, танк Т-62. Дело в том, что разработчики недавно в одном из своих официальных видео спалили иконку Т-62М. Это модернизированный Т-62, и пошли слухи о том, что разработчики хотят заменить Т-62, ну, Т-62А, который сейчас уже есть на 10 уровне в игре, его заменить. А значит, вполне вероятно, опять-таки, не точно, но все-таки, есть вероятность, что когда вы, в общем, 62-ку прокачаете, если ее будут менять, то вы получите сразу же имбовый очень крутой танк, который, там, 80-х годов вообще. Это, конечно, очень круто будет, потому что вы сразу же получите очень перспективную ветку, вам ничего качать не нужно, сразу имбу вам дадут. Такое уже не раз было в нашей игре, там, FV-215B 183 заменяли, FV-215B тяжа заменяли, и многие другие танки заменяли. Поэтому тут не прогадаешь, если что. Но в любом случае, даже если вы эту ветку прокачаете, ее не будут заменять, она довольно интересная, ну, в плане того, что есть там очень крутые машины, и, если что, всегда можно с Т-54 открыть объект 140, который сейчас получше играется, чем 62-ка, на мой взгляд. Так что, в любом случае, не прогадайте. 62-ка сейчас такой, ну, плохенький танк, я бы сказал бы, слишком слабый, не приспособленный к нынешним условиям. Средуха у игроков не очень высокая, процент побед тоже. Но в любом случае, это и означает, что, скорее всего, этот танк будут заменять, там, изменять или апать, потому что, ну, это не гоже. Такой вот танк, еще и клон объекта 140, только худший держать в игре, никто его качать не будет. Мне кажется, что Т-62 переместится на 9 уровень, а на 10 уровне будет Т-62М. Ну, это, конечно, мои такие вот рассуждения. И следующую ветку, которую я рекомендовал бы вам прокачать, это ветка КСТБ-1, японский средний танк. Прокачка его очень сложная, поэтому, если вы уж захотите прокачивать, то учтите, что лучше, все-таки, прокачивать эту ветку, только в том случае, если вы уже какие-то имбовые танки прокачали основные, и вам просто нечего качать, вы не знаете, что прокачать. И вот в таком случае я бы прокачивал СТБ-1, потому что ветка очень муторная, я ее проходил, мне она не понравилась категорически, и сам танк 10 уровня не понравился, но разработчики на ВГ-фесте заявили, то есть это официальное уже их решение, что они будут прикручивать, ну, вот эту вот, опять-таки, шведскую механику, ПТ-САУ, только к СТБ-1, гидравлику, что будут у него офигенные углы в режиме, возможно, апорудия будет, опять-таки. Это все позволит нам увидеть более совершенную версию СТБ-1. Так что, если нечего качать, можете попробовать прокачать СТБ-1, если, конечно, осилите этот путь, потому что танк очень и очень привередлив. Следующую ветку, которую я бы обязательно прокачал, потому что уверен, что ее будут изменять, о чем разработчики в ответ их не раз говорили, а именно, это ветка КС-4. Этот старый дед уже пердед всех задолбал, потому что, ну, ТТХ ему не изменяет, характеристики отстойные, играть на нем плохенько, неприятно, ну, хотя кто-то, наверное, скажет, что танк офигенный, извините уж, если есть фанаты этого танка, но мне он не нравится. Да, раньше мне ИС-4 нравился, когда старые бородатые времена он круто танковал. Возможно, после изменения голды, если такое вообще состоится когда-либо в нашей игре, ИС-4 станет лучше, но, опять-таки, разработчики заявили, что присмотрятся к ИС-4, к тому же, там есть еще один кактусовый танк, который не находит себе места, это у нас КВ-4. Разработчики в ответах, опять-таки, заявляли, что КВ-4 нужно ребалансить, нужно пересматривать его ТТХ, возможно, даже что-то нерфануть, но что-то при этом апнуть, то есть, нужно как-то этот танк сделать более интересным и востребованным, потому что КВ-4 сейчас не особо такой сильный танк, на мой субъективный взгляд. СТ-1, тоже по нему слуха входила, я не знаю, уже сто лет, и что, что ему два орудия прикрепят, но я до сих пор, в принципе, надеюсь, что появится СТ-1 с двумя орудиями, может быть, это будет новая как раз механика, о которой разработчики говорили, на ВГФЕС-2019 два орудия, было бы, конечно, классно, потому что СТ-1 с двумя орудиями, по-моему, получился бы весьма любопытным, как считаете? Ну, в любом случае, когда разработчики, наконец-таки, доберутся до ИС-4, они, наверняка, всю ветку там будут пересматривать, потому что она, ну, вся практически устарела и неактуальна на нынешний момент. И дальше еще одна ветка, которая тоже, ну, очень и очень абсурдна, непонятна, и зачем она вообще нужна, это ветка к Е-100, тяжелому, в общем-то, сверхтяжелому танку, разработчики опять-таки заявили, что будут его изменять, танк очень и очень своеобразный, по броне нужно все время привыкать к тому, что тебя все голдой пробивают. Опять-таки, после пересмотра голды, возможно, танк станет играться лучше, но на данный момент слишком днищенская у него броня, как для тяжа. И, ко всему прочему, у танка имеются проблемы и с орудием, слишком долго она перезаряжается, но хотя там альфа огромная. Ну и, на мой взгляд, там не только Е-100 нужно пересматривать, конечно, нужно присматриваться еще к Тигру 2, танк очень и очень абсурдный, сейчас вообще совершенно не играется, один из худших танков в игре, его, естественно, при изменении Е-100 тоже будут затрагивать. Вот такие вот выводы я сделал по официальной информации разработчиков, проанализировав ее. Конечно, это мое субъективное мнение, возможно, в чем-то я не прав, может быть, где-то ошибаюсь, но лично я бы поступил вот так вот. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok